Пролетела целая неделя, но она стала необыкновенно значимой и важной в жизни каждого из нас. Этот остров восхищает, покоряет сердца каждого, кто хоть раз приезжает сюда. А добрым и внимательным жителям Тайваня остается только с гордостью оберегать это прекраснейшее место. Моя казахская семья на всю жизнь запомнит эту поездку, ведь эта неделя незабываемых эмоций, ярких впечатлений и целого спектра новых воспоминаний останется в сердце навсегда. Всем привет! Если вы смотрите все мои выпуски по порядку, то наверняка уже в курсе, что наша свадьба состоялась на прекрасном острове Тайвань. Но так как любая свадьба подразумевает гостей со стороны как жениха, так и невесты, то тут у нас возник большой вопрос. Кто же будет со стороны невесты? Для тех, кто только начинает знакомиться со мной и нашей интернациональной парой, представлюсь. Меня зовут Асия, я коренная казашка, дочь казахских степей. Мой супруг тайванец, который родился и вырос на этом прекрасном экзотическом острове Тайвань. Итак, если у жениха не было проблем со сбором гостей, то я как невеста понимала, что приехать из Казахстана это непростое и очень затратное дело. Поэтому, обдумав и обсудив этот вопрос, мы единогласно пришли к выводу, что со стороны невесты будут присутствовать самые близкие члены семьи. Мои папа с мамой Мурат и Батима, моя старшая сестра Алия, ее супруг Нурлан и их маленький сыночек Арслан. Длительные сборы, виза, это, конечно, отдельная тема, которая отняла у нас очень много энергии и сил. Но что касается самого путешествия, то это останется у них в памяти на всю жизнь. И как только я увидела их в тайваньском аэропорту, все наши страхи и сомнения развелись и сменились одной большой радостью. Так как перелет был очень долгим, они все безумно счастливы наконец-то почувствовать землю и безопасность. И вот долгожданная встреча. В аэропорту папа жениха сразу угостил новых родственников знаменитым на весь мир тайваньским пабл-ти. Удивление моей сестры было понятно, так как в начале марта на севере Казахстана, откуда прилетела моя семья, еще лежит снег, а иногда звенят вьюги. И так после заселения в отель мы все вместе отправились поесть свежей тайваньской рыбки в наш любимый суши-экспресс. После такого разнообразия и изобилия морских блюд все точно остались довольны. Офигенно. Так вот можно выбрать любые суши, какие понравятся. Вместе. Итак, исторический момент. Мы сейчас все вместе будем подниматься на вот эту башню. На следующий день после прилета семьи мы с моим мужем решили провести гостям мини-тур по местным достопримечательностям острова. И первым на очереди стало это 101-этажное здание Тайбэй-101. Оно является десятым по высоте в мире, пятым по высоте в Азии и самым высоким на Тайване. Тайбэй-101 – знаменитый небоскреб в деловом районе Тайбэя. На пятом этаже. Сначала мы поднялись на пятый этаж для покупки билетов на смотровую площадку. Многоэтажный торговый комплекс содержит сотни магазинов, ресторанов и клубов. Затем отправились на восемьдесят девятый этаж здания. В башне на восемьдесят девятом этаже расположены внутренние и на девяносто первом этаже внешние смотровые площадки. Сюда с пятого этажа ходит самый быстрый в мире лифт. Весь путь занимает 37 секунд. Внутри смотровой площадки расположены информационные дисплеи. Также проходят художественные выставки. А посетителям открывается вид на весь город. Да, Алия, здание действительно шатается. Оно находится в постоянном движении. Но без паники, друзья. В здании на восемьдесят седьмом по девяносто первый этаж подвешен специальный шестьсот шестидесяти тонный стальной маятник, который колеблется, компенсируя движение здания, вызванное сильными порывами ветра. Инженеры, работавшие над зданием, заявляют, что оно может выдержать порывы ветра до шестидесяти метров в секунду. И самые сильнейшие землетрясения, которые бывают в регионе. Различные источники, включая владельцев здания, дают высоту Тайбэй-101 в 508 метров. На восемьдесят девятом этаже можно увидеть всю столицу с высоты птичьего полета. Тут также есть развлечения для самых маленьких посетителей, такие как игровые автоматы, подарочные магазины, фотозоны и большие африканские животные статуи, которые двигаются и издают различные звуки. Затем мы поднялись по лестнице на девяносто первый этаж, чтобы посмотреть на город с открытой смотровой площадки. Внешняя смотровая площадка расположена на высоте 390,6 метров над землей. Когда-то это была самая высокая смотровая площадка в мире. Вам, тебе нравится? Вообще нравится. Классно. Прям отдыхаем. Отдыхаем. Кстати, ежегодно более ста тысяч человек выходят в новогоднюю ночь на улице Тайбэя, чтобы посмотреть на грандиозное шоу «Салют на небоскребе Тайбэй-101», который давно стал настоящей новогодней традицией. Под огромным впечатлением от увиденного наши милые гости отправились дальше. Мои родители, придерживаясь традициям и обычаям казахского народа, приехали к новым родственникам с сувенирами и подарками. Затем мы все вместе отправились на семейный ужин, который состоялся в уютном ресторане в горах. Роскоши и разнообразию экзотических морепродуктов Тайваня можно позавидовать, поэтому вечер оставил неизгладимые яркие впечатления от первого знакомства двух породнившихся семей. На следующий день мои казахские родственники поселились в президентском отеле. Сейчас напомню, в каком именно. Проскошное, величественное здание в традиционном китайском стиле – это настоящий президентский дворец. Да-да, это красивейшее здание с золотой черепицей на крыше и красными колоннами на самом деле оказалось президентским дворцом. А шикарный панорамный вид на всю столицу захватывает дух. Итак, мы приехали в новый президентский отель. Хочу показать вам рум-турчик. Здесь есть кофеварка, капсулы, бокалы, холодильник, стол, это у нас отдельная комната, гостиная. Такие красивые. Так, это у нас спальная комната с выходом в террасу. И вот такой красивый вид. После заселения в отель мы решили пройтись и узнать, что еще тут есть интересного. В гостинице есть ресторан, тренажерный зал, сауна, конференц-зал. Можно прогуляться по территории и в саду. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна. Он тут тоже есть. Ежедневно подается халяльный завтрак. В ресторане на открытом воздухе гости могут насладиться свежеприготовленными блюдами кантонской кухни. За любой помощью можно обратиться на ресепшн. А еще есть услуги химчистки, прачечной, консерв-сервиса и многого-многого другого. Потом, как вы уже знаете, наступил день, ради которого моя семья проделала огромный путь. Длиною в 6000 километров. Так как самому мероприятию нашей свадьбе посвящен отдельный выпуск, поэтому переходим к следующему дню пребывания моих родных на Тайване. Проснувшись рано утром, мы все дружно направились в сторону Тайпэй-Мейн-стейшн. Откуда как раз таки отходят знаменитые тайваньские скоростные поезда. Наш предстоящий маршрут – Тайбэй-Гаусюн-Кэнтин. То есть с самого северного города мы направились в самую южную точку острова. Из Тайбэя в Гаусюн мы добрались на скоростном поезде всего за два часа, так как поезд набирает скорость аж до 300 километров в час. По пути родители увидели много зеленых, четко очерченных рисовых полей, а на крышах домов виднелись солнечные батареи. После чего моя мама сказала, у тайваньского народа можно поучиться, как надо ценить каждый кусочек земли и электроэнергию. Добравшись до Гаусюна, мы пересели на комфортабельный автобус, который с ветерком отправился к южному курортному городу Кэнтин. Мы с удивлением смотрели вокруг, так как впервые видели плантации тропического ананаса, бананов, гуавы, манго и многих других видов необычайных фруктов. Итак, спустя еще два часа мы наконец-то прибыли в место назначения. Кэнтин – небольшой город, находящийся на южном побережье Тайваня. Эта бывшая рыбацкая деревушка расположена на прекрасных пляжах с белым песком, экзотическими пещерами, необыкновенными коралловыми рифами, которые также входят в достопримечательности национального парка Кэнтин. Остановились мы в одном из лучших отелей города. И по традиции, так вам тур нашей комнаты. Итак, здесь можно принять ванную, при надежности такие яркие, принять душ, туалет, телефон, промок, холодильник, вода, квартира, столик. Так, вот такие две огромные кровати для двоих человек. Ммм, офигенный. Ммм, бассейн на территории отеля и убит. Океан. Красота. Прекрасный климат, чистый, нежный песочек, лазурные воды дают возможность насладиться плаванием, виндсерфингом и многими другими видами водного спорта в течение всего года. Роскошная рыбалка, подводное плавание и охота. Вот далеко не полный перечень всего, что может предложить этот курорт с отличной инфраструктурой, находящейся на берегу Тихого океана. Сюда приезжают туристы не только со всего Тайваня, но и из многих стран мира, чтобы насладиться морем, солнцем и другими составляющими хорошего отдыха. На территории отеля также есть животные, которые маленькие посетители могут самостоятельно покормить. Папа, ты готов? Вечером Кандин превращается в огромный ночной рынок. И мы всей семьей решили отправиться и посмотреть, что же там есть такого интересного, увлекательного и вкусного. Сейчас ездит Уля, будет пробовать улитки. Шаолонгбо. Мастер, покажи улиток. Прикольно, да? Вкусненько. Вкусненько, Аля, попробуй. Попробуй. Просто берешь, мама, так, и высасываешь внутренность из дырочки. Бывают пустые, бывают пустые. Папа, вкусно. Что, есть что-нибудь? Прикольно, да? С чесноком. А что, вот эту самую не взять? А? Я вот эту самую. Ракушку нет. Помидоры с карамели. Впервые пробует папа. Так. Что, как? Вкусно. А это чернослив, кажется. Черника? Чернослив. Так, Алюшка, давай, пробуй. Вау. Вкусно? Он хочет. Так, Алюша пробует моти. Я такое ела уже, типа. Вот, листовая мука, да? Да, да, да. В арахисе и в тамжуте. Та-дам! Что это? Что это? Что это? Ногоножка. Вот это, смотри. Как ее кушать, так? Голова, походу. Ну ладно, не думай. Не думай. Не думай. Горячая? Горячая. Горячая. А, видите, горячая. Я не буду. Будешь? Я даже не пробовала никогда это. Нет. Ты не такого, да? Это вот это. Это вкусно. Да? Да, вкусно, говорит. Нет, путью ван, путью ван. Выбирай. А, 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 а. Окей. Та-дам. Та-дам. Пробуем кальмар. Это у нас кальмар. Как его есть? Начинай. Ну, запах ничего такой. Как тебе? Мощный, мощный. Да? Ладно, дома дай мне дырку. Дни пролетали быстро. Но я с наслаждением, умилением и огромной благодарностью в сердце смотрела на своих родных. Я старалась запомнить каждый момент этого неуловимого счастья. И с каждой секундой хотелось кричать «Время, пожалуйста, остановись!» Пусть мы побудем еще на этом сказочном острове. Пусть мы все как можно дольше насладимся этими волшебными моментами счастья. Непередаваемое удовольствие видеть улыбки своих родных и хотеть запомнить эти минуты их искренней радости. Ну и, конечно, в моей душе безмерная благодарность к моему прекрасному и чудесному супругу. Ведь именно он всегда поддерживает меня во всех моих идеях и желаниях. И так, следующей нашей остановкой стал музей морской биологии и аквариум. Здесь территория очень тоже большая. Нужно будет пройти расстояние и посмотрим интересную коробку. Океанариум поражает своим размахом. Несколько гигантских зданий на Аджибе. Да, на краю острова стоит большая махина, как из фантастических фильмов. Кроме развлекательной части, ученые там занимаются исследованиями. Спасают китов и дельфинов, сотрудничают с университетами и исследовательскими центрами не только Тайваня, но и других стран. Вот приятно осознавать, что вся эта красота построена не только на потеху публике, но и для пользы. Пап, тебе нравится? Вау, белуга настоящая. Пап, тебе нравится? Да. Алиша, Алиша, тебе нравится Алиша? Да. Алиша, ты венряешься шапкой? Да. Красивая шапка. Ура, мы наконец-то в Тайбэе. Заселяемся в новый отель. Так, это у нас лобби. Заходим. Та-дам! Так, здесь у нас можно принять душ, можно принять ванну, даже джакузи. Везде огромные. У нас зеркала. Вау, какой президентский момент. Красиво это зеркало. Красиво. Так, кровать шикарная. Здесь вот рабочий стол. И можно включаться таким красивым видом на парк. Да, он парк. Круто. Хоть и затяжная дорога из Скандина в Тайбэй нас немного уморила, но по плану моего супруга было посещение еще двух не менее значимых мест. И первое из них – храм богатства Гуанду-Конг. Главной достопримечательностью храма Гуанду является пещера Будды. Туннель длиной 80 метров, который проходит внутри горы, соединяя основную часть храма и главный вход. В специальных нишах располагаются 28 фигур богов. Храм впечатляет своим внутренним убранством. Отсюда открывается потрясающий вид на реку Тамши и Мангровые болота. Итак, сразу после храма мы направились на главную площадь города Тайбэй – мемориальный зал президента Чанкайши. У памятника великому вождю, который находится в главном зале, всегда стоит почетный караул. Он меняется каждый час интересным ритуалом. Потолок в зале расписан традиционным китайским орнаментом. Здесь изображен государственный герб страны. Это грандиозное здание, занимающее целых 25 гектаров площади территории Тайбэй, является не просто достопримечательностью Тайваня. Здесь часто проводятся важнейшие государственные мероприятия, церемонии и торжества. Но в первую очередь этот мемориальный зал – место памяти великого китайского деятеля и первого президента Тайваня Чанкайши. И в завершении нашего мега насыщенного дня предстоял ужин в шикарном ресторане с нашей второй семьей. Моим родителям было немного непривычно есть палочками, но это было увлекательно и интересно. Весь вечер мы провели в теплых беседах и все больше узнавали друг о друге. Все делились впечатлениями о прошедших событиях нашей общей большой семьи. Так пролетела целая неделя. Но она стала необыкновенно значимой и важной в жизни каждого из нас. Этот остров восхищает, покоряет сердца каждого, кто хоть раз приезжает сюда. А добрым и внимательным жителям Тайваня остается только с гордостью оберегать это прекраснейшее место. Моя казахская семья на всю жизнь запомнит эту поездку, ведь эта неделя незабываемых эмоций, ярких впечатлений и целого спектра новых воспоминаний останется в сердце навсегда. Мои родители уезжали с огромной благодарностью. Надеюсь, что в следующий раз большая встреча тайваньской и казахской семьи состоится уже на родине невесты в большом гостеприимном Казахстане. Субтитры создавал DimaTorzok